Добрый день, меня зовут Юлия Ивасенко, я врач-дерматолог. И сегодня я расскажу, как бороться с таким осложнением после контурной пластики губ, после процедуры по наполнению губ, как комочки в губах. Причиной возникновения таких комочков, обращаю ваше внимание, именно комочков, а не гранулем, является попадание гиалуроновой кислоты в подслизистый слой. И многие девочки после процедуры, у которых возникло такое осложнение, они страдают, надеются, что эти комочки рассосутся, но в этом слое такого не происходит. С таким осложнением побороться достаточно легко. Как это происходит, расскажу вам у себя сегодня на приеме. Приглашаю вас ко мне в кабинет. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Ваша бьюти-доктор Юлия Ивасенко. You for you! После предыдущей коррекции в подслизистом слое осталась маленькая капелька гиалуронового филера. И несмотря на то, что прошло уже большое количество времени, практически год после предыдущей процедуры, гиалуроновый филер из подслизистого слоя на губах не уходит. И эта маленькая капелька будет оставаться в этом слое много и много лет. Потом есть шанс, что она затибразируется и будет оставлять как эстетические недостатки, личные комплексы и так далее. Поэтому прежде чем проводить коррекцию сегодня, нам нужно убрать эту капельку гиалуроновой кислоты. Выполнять мы это будем следующим образом. Мы возьмем фермент гиалуронидазу. То есть мы знаем, что ферменты имеют окончание аза, да, или даза, или паза. И для растворения гиалуроновой кислоты мы берем гиалуронидазу, фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту. В маленькой-маленькой дозе вводим слой, в котором находится гиалуроновая кислота, в том слой, в котором она нам не нужна. И ожидаем растворения этого филера. Дальше мы отпускаем нашу девушку на заживление. Когда губа заживет, она приходит на контрольный осмотр. Это где-то дней через 10-14. Если гиалуронидаза растворила всю лишнюю старую гиалуронку, мы можем выполнить заново процедуру коррекции. Если же не вся гиалуронка ушла, мы повторяем растворение и ждем опять срок. Сейчас я покажу вам, как проводится эта процедура. Эту процедуру, так как зона небольшая, я буду проводить без анестетика. Потому что, когда я нанесу анестезирующий крем, губа отечет и не так четко мне будет видна зона этого старого филера. Поэтому, я надеюсь, Алина потерпит, поджимают антистрессовые мячики. И мы все поболеем за нее, чтобы с первого раза гиалуронка, которая нам не нужна, ушла без остатков. Вы видите, вот эта капля гиалуроновой кислоты в подследистом слое. Она выглядит, как начинающийся герпес. Во время того, как падает свет по-разному, она может по-разному выглядеть. Но, в целом, эта капелька портит форму губы. И если я сейчас на такую губу положу гель чуть глубже в правильный слой, то губа станет более наполненной. Эта зона растянется, и эта капля будет по-прежнему акцентироваться. Поэтому, нами было принято решение в первую процедуру удалить эту капельку, а затем выполнить коррекцию губ. День введения гиалуронидазы сопровождается выраженным отеком. Мы видим, как на внутренней стороне губы отекла слизистая оболочка. Но это скоро пройдет. Пациентов, как правило, интересуют, какие могут быть побочные реакции, какие побочные эффекты от процедуры растворения остатков гелия в губах чаще всего. Это, прежде всего, аллергические реакции, потому что гиалуронидаза, этот волшебный фермент, является, помимо прочего, основным компонентом пчелиного яда, яда осы. Поэтому у людей, у которых аллергия на эти природные яды, применять гиалуронидазу нужно с очень большой осторожностью. Специальные средства должны быть под рукой, противошоковые, противоаллергические. А для большинства пациентов процедура проходит без каких-либо осложнений. Конечно же, это больно, как жалит пчела или оса. Гиалуронидаза расщепляет ткань и проявляется это пекучей болью. Отек в месте введения. И нужно следить и сразу сообщить доктору, если отек распространяется дальше от места введения. То есть, если начинает закладывать нос, появляется отек слизистой рта. Это нужно сразу бить тревогу, сообщить доктору, для того, чтобы доктор принял какие-то неотложные меры. В принципе, процедура безопасная, но в правильных руках. Какие у меня ограничения после сегодняшней процедуры? Ограничения традиционные для любой инъекционной процедуры касательно губ. Первое. Это ограничить употребление сильно холодных и сильно горячих напитков и блюд. Важный момент. Не наносить блеск для губ и губную помаду в течение суток. И, конечно же, запрет алкоголя. А так ведем обычный образ жизни. Ждем Алину на контрольный осмотр через 10-14 дней и в случае максимального растворения на выполнение новой коррекции. Продолжение следует...